В эфире телеканала БАНИ, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Открытая сессия во Владимирском сельском поселении. Ирина Тараскова отчиталась перед депутатами и получила оценку. Условия для развития силы и выносливости Вознесенской оборудовали и торжественно открыли спортивную площадку. Глава Владимирского сельского поселения отчиталась о проделанной работе за 2016 год перед депутатами Совета поселения. На открытой сессии Совета присутствовал глава района Александр Сачиков и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Михайлов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гостеприимное Владимирское сельское поселение встречало гостей из Лобинска задорные казачьи песни. Веселые, улыбчивые ребята из коллектива с подходящим названием «Подсолнухи» показали, что Владимирское поселение молодое, цветущее и развивающееся. Далее делегация отправилась в зал Центра культуры и досуга, где состоялся серьезный разговор о работе главы Ирины Тараськовой и ее команды. На сессии присутствовали глава района Александр Сачиков, его заместители, депутат ЗСК Владимир Михайлов, представители правоохранительных органов казачества, духовенства, ветераны труда, руководители учреждений и организаций, общественности, жители. Владимирское сельское поселение находится ближе всего к районному центру. В его состав входят станица Чемлыкская и хутор Привольный. Численность населения почти 7400 человек. В начале своего доклада Ирина Тараськова охарактеризовала бюджет, которым жило поселение в течение 2016 года. Также рассказала о планах на текущий 2017. Доходная часть бюджета Владимирского сельского поселения на 2017 год сформирована в общей сумме 22 580 000 рублей, что составляет 97% планов на значение 2016 года. Владимирское поселение – одно из самых крупных в районе. На его территории осуществляют свою деятельность 109 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Занимается сельским хозяйством агрофирма «Прогресс», растеневодство и животноводство, племенной конезавод, ПАО «Владимирская» и 29 крестьянских фермерских хозяйств, а также три промышленных предприятия – «Кубанинерт», «Кубанбетон» и «Владимирский карьер». Средняя заработная плата по поселению за 2016 год составила 21 673 рубля. Трудоспособное население поселения – 3717 человек. Численность занятых в экономике – 1829 человек. Занятая в ЛПХ – 1045 человек. За пределами поселения работают 230. Уровень регистрируемой безработицы в прошлом году по сравнению с 2015 стал выше и составил 1,4%. Причиной повышения данного показателя послужило сокращение кадров в предприятиях «Владимирский карьер», «Кубанбетон» и «Кубанинерт» в связи с ухудшением финансового состояния предприятий. Также сезонная работа на сахарном заводе, где работают многие наши жители. Во Владимирском поселении зарегистрировано больше 2,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Жители занимаются растениеводством и животноводством. Владельцы ЛПХ пользуются целевыми субсидируемыми кредитами на развитие ЛПХ для строительства теплиц, приобретения сельскохозяйственных животных, строительства и реконструкции животноводческих помещений. С целью занятости населения проводятся индивидуальные беседы с гражданами. Доводится информация жителям поселения о государственных программах, начинающих ферме, сельского усадьба, семейная жирно-науческая ферма, садоводство и виноградовство, развитие овощеводства в защищенном грунте и других. Главы ЛПХ и КПХ принимают участие в проводимых профессиональных обучениях населения, животноводству, садоводству, овощеводству, научно-практических конференциях, семинарах. На территории Владимирского поселения расположено почти 60 объектов потребительской сферы. Население обеспечено всем необходимым для комфортной жизни. С предпринимателями проведено 12 совещаний по стабилизации цен на социально-ознащенные продукты, по легализации заработной платы, по оформлению работников, по санитарному составу торговых объектов и прилегающих территорий. В центре станицы работает ежедневная ярмарка. В 2016 году на участие в ярмарке заключено 19 договоров. В текущем году планируется дальнейший рост показателей потребительского рынка. В частности, планируется открытие магазинов стройматериалов. Благодаря участию в краевых программах удается улучшать качество жизни населения. Очень важную покупку в прошлом году совершили для местных школьников. В 2016 году в рамках краевой программы «Школьный автобус» в школе номер 13 был приобретен автобус для доставки детей в школу из средств краевого и районного бюджетов. Сумма выделенных денежных средств составила 2 миллиона рублей. При содействии депутата Законодательного собрания Краснодарского края Михаила Владимировича из краевого бюджета был выделен 1 миллион рублей на обустройство септиковой территории школы и ремонт внутренних туалетов на втором этаже. Из бюджета муниципального образования Владимирский район на обустройство санузлов на первом этаже школы израсходовано 460 тысяч рублей. Одна из приоритетных задач местной власти – обеспечение безопасности населения. Ряд мероприятий проведен для предупреждения подтоплений. В поселении установлено два автоматических датчика уровня воды в районе регулируемых сооружений Лобинского канала и на охоте репривольной. Контроль за уровнем воды осуществляется в автоматическом режиме. На их обслуживание и обслуживание селена речевых установок в прошедшем году было израсходовано 350 тысяч рублей. На текущий год также предусмотрены средства на их обслуживание. За период прошедшего года были проведены мероприятия по расчистке рек Кукса и Неволька-Азатуров, по расчистке водоотводных каналов, укреплению берегов, оборудованию сбросного канала на реке Кукса. Сотрудники Владимирской администрации работают в тесном взаимодействии с депутатами Совета. Вместе им удается найти решение по многим сложным вопросам. Также Ирина Тараськова поблагодарила районную власть за помощь в решении социально значимых задач и непосредственное участие в жизни поселения. С замечаниями, но Совет депутатов оценил деятельность главы и администрации удовлетворительно. Позитивную оценку работы Ирины Тараськовой дал и глава района. Сегодня прошло интересное обсуждение вопросов жизни, работы и администрации, работы Совета депутатов, актива станицы. Достаточно много вопросов было изложено, обсуждено. Они также обсуждались и на балансовой комиссии. Много проблем еще есть. Станица большая, серьезная. Станица такая активная. Но постепенно, постепенно эти вопросы решаются. Вопросы и благоустройства. Поддерживается на хорошем уровне и бюджетная сфера. Много делается в образовании. Много делается для развития личных пособных хозяйств. Хотя это всегда являлось достаточно непростым вопросом. Тем не менее, по тем показателям, которые мы здесь имеем, в общем-то, ситуация такая, которая дальше требует своего улучшения. Есть направления новых форм занятия населением. Это и развитие парникового хозяйства, это и садоводство, это многие другие виды производства сельскохозяйственной продукции. Есть вопросы, связанные со сбытом, есть вопросы с землей связанные. Но это те вопросы, которые по ходу уже как бы определяются и решаются. Есть проблемы молодежи. В целом же ситуация такая, вот если ее характеризовать, она позитивная. То есть идет нормальная жизнь, выполнение тех планов, которые намечаются. Есть нормальная работа по тому, чтобы станица хорошела, чтобы велось активное строительство. Один из сложнейших вопросов здесь был газификация этой станицы. Вот на сегодняшний день как бы эти проблемы сняты. Целый ряд других проблем. Поэтому есть активность, есть потенциал, как говорится, процветания станицы Владирской, мира и добра ее жителям. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА. В Вознесенской состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки. Современные снаряды, турники и рукоходы будут способствовать развитию уличного спорта в сельском поселении. А представители района и власти увидели возможность проводить на воркаут-площадке соревнования зонального и даже краевого уровня. Английское слово «воркаут», что в переводе означает «тренировка», прочно входит в лексикон. Его чаще употребляют, имея в виду уличный спорт. Все более популярными становятся небольшие спортивные площадки, на которых молодежь, да и взрослые, развиваются физически. Станица Вознесенская стала пионером. Именно здесь появилась с первого воркаут-площадка в районе. На ее оборудование сельская администрация потратила почти полмиллиона рублей. На этой неделе состоялось торжественное открытие. Праздник получился молодежный с приглашением артистов Мирненского дома культуры. Поздравить станичников с новыми возможностями для занятий уличным спортом приехала замглава района по соц. вопросам и молодежной политике. Очень приятно присутствовать на таких мероприятиях. Мы все прекрасно с вами понимаем, что помимо традиционных видов спорта, сейчас развитие большое приобретает уличный. Паркар, паркур, воркаут, экстрим-площадки. И очень радостно, что первое поселение именно Вознесенская, где открывается эта площадка. Компактная площадка, а возможности большие. Необходимые перекладины, лестницы и турники позволяют отработать сложные упражнения и трюки и проводить мероприятия районного и краевого уровней. Управление по делам молодежи обещает провести первые соревнования по уличному спорту уже в апреле. Ближайшие соревнования пройдут на этой площадке уже в апреле месяце. Поэтому все поклонники уличных видов спорта могут готовиться. Вас ждут замечательные призы от Управления по делам молодежи. Я думаю, администрация Вознесенского сельского поселения будет рада встрече с замечательными спортсменами уличных видов спорта. В Вознесенском поселении много молодежи и школьников. После занятий в образовательных учреждениях добро пожаловать на спортплощадку. Если тренироваться по программе, то можно подняться выше любительского уровня. Есть условия подготовиться к сдаче нормативов в ГТО Всероссийско-спортивному комплексу. Об этом позаботились Вознесенской администрации. Культура и спорт – это две составляющие. Два направления, которые формируют человека, создают ему цель, позволяют двигаться к этой цели, формироваться как личности. Поэтому каждое открытие любой спортивной площадки, будь то стадион большой или такая небольшая спортивная площадка, это еще один шаг развития нашего поселения, развития всей нашей страны и стремления к лучшему. Вознесенские школьники уже освоили некоторые упражнения, элементы воркаута, а на торжественном открытии молодежь постарше продемонстрировала более высокий уровень. Когда-то и эти юноши тоже начинали с АЗОВ. Эта площадка должна стать новым витком развития физкультуры на селе и повлечь в занятия спортом еще больше жителей. Людмила Никонова, Жанна Выбор, телекомпания «Лоба». Двухмесячник по наведению санитарного порядка в самом разгаре. Многие предприятия и учреждения наводят чистоту на своих территориях. Городская администрация совместно с Управлением образования в рамках месячника решили провести экологическую акцию в чистоте «Зеленый свет». Глава Алексей Матыченко призывает всех жителей Лобинска проявить активность и навести порядок возле домов. Уважаемые земляки, 2017 год президентом России Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом экологии. Нам не привыкать содержать город в чистоте и поддерживать порядок, потому что город Лобинск уже не первый год является самым зеленым городом Кубани. Поэтому с 1 марта по 8 мая будет проходить и уже идет двухмесячник по наведению порядка и санитарного состояния города Лобинска. Работы уже ведутся. Мы с вами делаем хорошее, доброе дело. В этом нам очень серьезно помогают наши дети, представители учебных заведений, учащиеся студенты. Учащимися была проявлена инициатива в каникулы помочь городу стать еще лучше, чище и красивее. И завтра, 24 марта, стартует акция «Чистоте зеленый цвет». Учащиеся пройдут по городу, обратятся к вам, дорогие мои горожане, земляки, с просьбой поучаствовать в двухмесячнике, привести в порядок свои домовладения, выйти на улицы, навести порядок. Сделаем наш город еще краше, подготовимся к праздникам, порадуемся от нашей работы. Примите, пожалуйста, участие все, только всем миром. Мы сумеем удержать звание «Лобинск – самый зеленый, самый уютный, самый хороший город России». Управление образованием и все наши учреждения образовательные не могут остаться в стороне. А той акции, которая сейчас проводится по экологии, стартовал месячник. Наши организации принимают активное участие не только коллективы, но и учащиеся наших школ. Учащиеся наших школ принимают самое активное участие. С завтрашнего дня начинается уборка территорий не только наших учреждений и прилегающей территории, но также территории городского поселения и наших сельских поселений муниципального образования. На 26 апреля запланировано краевое мероприятие, пройдет экологический форум на базе эколого-биологического центра «Экология в кругу друзей». В этой акции примут участие не только образовательные учреждения нашего района и детские сады, а также организации нашего края, других муниципальных образований и представители министерства. Мы надеемся, что все жители города во главе с нашими детьми, организациями наведут порядок. Наш город будет, как и прежде, самый красивый, самый зеленый в государственном крае. Это все новости. Сразу после рекламы Ирина Бирюкова познакомит вас с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok